Лет 12 назад, приехав в Казахстан на свою историческую родину, в город металлургов Тимиртау, я был приглашен своими друзьями на отдых на озеро Балхаш. Мне пообещали прекрасный отдых и, что самое главное, интересную и целевую рыбалку. Надо признаться, что рыбак я никакой, от слова совсем и ничего в рыбалке не понимаю и не умею к своему стыду. При всем том, что все мои друзья и приятели являются опытными рыболовами. Озеро Балхаш является единственным на планете озером с разным составом воды. Восточная его часть соленая, а западная пресноводие, что способствует очень своеобразному подводному миру. И пока мои друзья готовились с Настей и всевозможные приманки, я взял удочку, насадил червя и приступил к процессу ловли рыбы. Мне объяснили, что сегодня наша цель это сазал, судак и сон. Для меня это звучало несколько странно, потому что я всегда считал, что ловим то, что ловится. Первая рыба оказалась нецелевой и мелкой. Ее пришлось отпускать, какие уж правила. Тем временем ребята активно замешивали в ведре вареную кукурузу, чем-то ее приправляя. Затем, разбросав все это около берега, приступили к процессу ловли. Долго ждать не пришлось, и первая же моя поклевка стала удачной. Должен признаться, что ощущение весьма приятное, потому что тащить активную сопротивляющую миксию сазальчика действие не счет то. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В Балхаше достаточно много судака, так как условия для его роста и размножения очень хорошие. Сам процесс выуживания, к сожалению, снять не удалось. Наш оператор занимался в это время приготовлением обеда, но небольшого судака мы все-таки добыли для ужина. Все это время в озеро был заброшен веревочный линь с большим крючком на конце, на который был насажен кусок печени. Эту снасть мы периодически проверяли, во время очередной проверки нам улыбнулась удача. Наш план на этот день был реализован, и мы с чувством выполненного долга приступили к разведению костра и приготовлению ужина. А это наш оператор, тот человек, который не дал нам возможности умереть с голоду и снял этот небольшой фильм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова